Херсон окутан дымом. Российские войска снова атаковали освобождённый город. В ночь на 2 июля вели огонь из артиллерии и РСЗО «Град». Один из снарядов попал в корпус морской академии. Вспыхнул пожар. Ночью, выехав на место, спасатели попали под повторный обстрел. К счастью, никто не пострадал. Ликвидация пожара продолжилась. Историческое здание в центре Херсона полностью выгорело. Множество возгораний вследствие обстрелов зафиксировали в одном из парков. Бороться с огнём сложно из-за высокой температуры воздуха. Большая часть территории уничтожена пламенем. Также обстрелы не утихали в течение дня. Мишенями россиян стали сразу несколько районов города. Я вот из дома вышла за прикосами. Сколько сейчас времени? Я ушла в 11-м часу. И вот сейчас я минут 15, как я пришла. Слава Богу, меня не было здесь дома. Понимаете? Вот в это время вот где-то. Ну вот и пухня вся во сколько. Вот всё. Слава Богу, меня не было. Вот честно говоря, меня не было. Я ушла. По состоянию на 14.00 пострадали 9 мирных жителей. Одна женщина погибла. Все раненые под наблюдением врачей. Им оказывается необходимая медицинская помощь. В центральной части Херсона под удар попали сотрудники коммунальных служб. Мы убирали. Начался обстрел. Где-то прилетело со стороны парка. Обломки сыпались по крышам. Нам пришлось укрыться. Но мы дождались прекращения обстрела и доделали свою работу. Потому что некому, кроме нас. Бронежилет и каска стали обязательными атрибутами формы херсонских коммунальщиков. Рискуя жизнью, они ликвидируют последствия обстрелов. Вот тебе дают наряд задания. Вот тебе дают наряд задания на место удара. Ты едешь, и ты не знаешь, какого масштаба разрушения, как это будет выглядеть. Есть ли человеческие жертвы. Обычно, когда мы приезжаем, у жиледей, если есть такие жертвы, их уже забирают. Но всё равно, когда я вижу, как разрушается город, в котором я родилась, в котором я выросла, это больно. Я так думаю о своём городе. У меня такое сейчас ощущение, словно ощетиненный. Ежи противотанковые. Вот мы ощетинились, и мы это сопротивление. Мы оказывали сопротивление в оккупации. Мы оказывали сопротивление после деоккупации. И мы будем оказывать это сопротивление. И мы всё равно будем жить. Сначала доживём до утра, потом ещё следующий день, а потом ещё день. И так мы доживём до победы». Ольга рассказывает, живёт в районе Антоновского моста. Это один из самых опасных районов Херсона. Оттуда до российских позиций всего несколько километров. Обстрелы там не прекращаются. «Последние трое суток было горячо. Очень горячо. У моей близкой знакомой через улицу от меня сгорел полностью дом, потому что дрон сбросил какую-то гранату. Но не просто, а какой-то такой, по-видимому, фауст-патрон. Очень быстро загорелось, и дом дотла сгорел. И, к сожалению, не всегда есть возможность у пожарных приехать и погасить этот огонь. Потому что обстрелы продолжались почти всю ночь. Почти до четырёх утра были прилёты. Я слышала. Уже мы научились различать, куда летит, и пора ли уже подвал открыть. Или же можно ещё немного полежать в постели. Но я повторяю, они нас таким образом не сломают». Сейчас Херсон приходит в себя после очередной российской атаки. Жители разбирают завалы, закрывают стройматериалами выбитые окна. За прошедшие сутки 1 июля под огнём оккупантов оказались более 20 населённых пунктов освобождённого правопережья.